ПОЛИГОН Осталось совсем недолго до весеннего обновления 2024 года, и скоро мы будем знакомиться с его новинками. А пока у нас есть возможность полетать на главной награде события «Меч правосудия» — награде, которую многие из вас уже могли получить в свои ангары. Имя сегодняшнего героя — Ягуар Ай-Эс. Индийская модификация самолёта — уже пятая машина в знаменитом семействе истребителей-бомбардировщиков родом из Британии и Франции. Внешне она почти ничем не отличается от уже знакомых нам моделей, но именно её можно смело назвать самой современной и совершенной. Почему? Давайте разбираться! Во-первых, силовая установка самолёта стала мощнее, даже в сравнении с лучшей британской версией. Теперь суммарная тяга двигателей на «Форсаже» превышает 7 тысяч килограмм сил, а масса Ягуара осталась практически прежней. Такое соотношение, конечно, положительно сказалось на динамике разгона и скороподъёмности, но с радостью по этому поводу, как ни странно, спешить не стоит. На своём боевом рейтинге индийский Ягуар встречает множество чистокровных истребителей, которые с лёгкостью разжалуют его в обычные бомбардировщики. Манёвренного боя без острой необходимости стоит избегать. Самолёт хоть и неплохо доворачивает до противника на первых витках, но быстро теряет скорость и становится удобной мишенью. Но если вы решили, что воздушные бои нашему гостю совсем не подходят, у нас есть хорошая новость. Ягуар стал самым низкоуровневым обладателем ракет «Воздух-воздух» с помехозащищённостью в игре. Вот они, красуются на уникальных надкрыльевых пилонах. Если пускать «Мэджики» с коротких дистанций, можно почти в каждом вылете зарабатывать по два лёгких фрага. А для защиты от вражеских ракет предусмотрены средства противодействия. 60 штук — не слишком большой запас, но при экономном использовании на бой хватает. Курсовое вооружение стало слабее, чем у прежних версий. Осталась лишь одна 30-мм пушка с боезапасом 150 снарядов. Сбивать противников с её помощью, конечно, можно, но плотность огня заметно упала. Но отказ от второй пушки не был случайным. На её место конструкторы установили контейнер целеуказания. Он существенно упрощает штурмовку и, что ещё важнее, теперь не занимает ни единого пилона. Именно поэтому индийская модификация способна нести уже не две, а три управляемые бомбы с лазерным наведением. Количество боеприпасов всё ещё не рекордное, но внушительный калибр позволяет иногда поражать несколько целей за один сброс. А если этого мало, внешние точки подвески можно заполнить двумя свободно падающими бомбами. С баллистическим вычислителем их использование не представляет сложности. Индийский «Ягуар» вобрал в себя все лучшие качества предыдущих моделей и готов стать универсальным бойцом в высокоранговых сражениях в «Артандер». В 1975 году силы самообороны Японии приняли на вооружение танк тип 74. Несмотря на ряд достоинств, вроде гидропневматической подвески, перспективы нового ОБТ выглядели туманно. Ведущие военные державы уже разрабатывали бронетехнику с комбинированной бронёй и орудиями большего калибра. Поэтому сразу после запуска производства типа 74 оборонные концерны Японии занялись созданием танка будущего. В перспективном ОБТ японцы намеревались воплотить весь накопленный за полтора десятка лет опыт. Несколько компаний, которые занимались разработкой вооружения, предложили свои 120 и 135-мм пушки. Проект изначально предусматривал использование комбинированной брони. Причём более поздние образцы создавали по модульному принципу. Первый вариант башни немного напоминал предшественника — тип 74. Но почти сразу конструкторы перешли к прямоугольной форме, как на втором «Леопарде». Нашёл здесь применение и автомат заряжания, который японцы, наконец, окончательно доработали. Его должны были установить ещё на тип 61. Затем он планировался на тип 74. Но по ряду причин каждый раз от него отказывались на стадии подготовки прототипов. Боеукладку автомата заряжания разместили в кормовой нише башни, оснащённой вышибными панелями. В перспективной ОБТ получил электронное оборудование по последнему слову техники — станцию предупреждения об облучении, тепловизионные прицелы и автоматизированную систему управления огнём. Новинка получила имя «Тип-90». Несмотря на внешнее сходство с немецким «Леопардом-2», танк был полностью разработан и произведён в Японии. Единственным исключением стало орудие. Цена машины получалась немалая, и ради экономии японские военные предпочли местным предложениям уже хорошо зарекомендовавшую себя немецкую РХ-120. Серийное производство началось в 1990 году и продолжалось почти 20 лет. В среднем строили по 19 единиц в год. Высокотехнологичный, совершенный, созданный специально для местных условий танк, доставил армии немало проблем. Компания «Митсубиси» проектировала военную технику с учётом возможностей японских мостов. Масса танков «Тип-61» и «Тип-74» не превышала 40 тонн, а «Тип-90» добрался до отметки в 50. Большая масса создавала проблемы в логистике, а габариты осложняли использование в условиях плотной городской застройки. Локальное производство обходилось в немалые суммы, особенно на фоне завершения Холодной войны. Изначально планировали изготовить почти тысячу машин, но в итоге обошлись всего тремя с половиной сотнями. Танки «Тип-90» состоят на вооружении сил самообороны до сих пор. Но с 90-х годов они не получили никаких серьёзных улучшений, если не считать креплений для установки минного трала. На базе танка построили несколько образцов вспомогательной техники, но для настоящей массовости эта платформа оказалась слишком дорогой. Сейчас «Тип-90» уступил место на конвейере новому ОБТ, который называется «Тип-10». Приемник обладает меньшей массой и габаритами, к тому же вооружён пушкой местного производства. Но это уже совсем другая. История. Минувшей зимой напарники посетили немало морозных заснеженных локаций. Пришло время перенестись в края потеплее. Восточная Азия — хороший выбор. Сегодня танкисты покажут ключевые прострелы и полезные позиции на Корейском полуострове. На карте 38-я параллель. Центральная часть карты очень похожа для обеих команд, поэтому тактики подойдут как для верхней, так и для нижней стороны. Первый сценарий предполагает совместное продвижение на протяжении всего боя. Напарники появляются на западной стороне карты и по ближайшей дороге направляются на омываемый рекой остров. Сразу после моста игроки разделяются. Один поворачивает направо и поднимается на холм, а другой продолжает движение вдоль правого края деревни и забирается наверх, рядом с точкой А. На этом этапе главная задача — уничтожить оппонентов на возвышенности и взять её под свой контроль. Для этого танкисты атакуют с двух сторон и постепенно расчищают круговую дорогу, при необходимости помогая друг другу. После решения этой задачи один из игроков может спуститься обратно в деревню и захватить точку А, если этого ещё не сделали союзники. Следующий шаг — центр карты. Напарники обходят холм с разных сторон и приближаются к точке Б, внимательно осматривая её окрестности. Наблюдение с двух разных ракурсов одновременно позволяет надёжнее выявить затаившихся противников. Обнаружив все цели, танкисты наносят по ним скоординированные удары. После зачистки центра игроки не спеша поочерёдно спускаются в круг захвата и берут точку под контроль, чтобы как можно быстрее обеспечить команду преимуществом в очках. На этом можно было бы и остановиться, но отряд принимает решение развивать успех на восток — в сторону дамбы. Один танкист движется по руслу реки, пользуясь её берегом как укрытием, а другой выбирает более простой путь — по дороге, что пролегает вдоль реки немного южнее. Такое параллельное передвижение позволяет напарникам контролировать обстановку вокруг, вовремя реагировать на опасности и одновременно атаковать. После непродолжительного боя третья точка оказывается в копилке команды. Второй сценарий начинается с возрождения в разных частях карты. Один танкист движется по уже знакомой дороге к мосту и затем, не доезжая до возвышенности, сворачивает направо к точке B. Другой спускается к центру по дорогам между рисовыми террасами и попутно просматривает противоположную сторону реки, чтобы не упустить шанс прострелить противника. Как только оба игрока оказываются на подступах к точке, можно начинать атаку. Напарники охватывают территорию с двух сторон и перекрёстным огнём уничтожают всех, кто окажется на пути. Подходит очередь второй точки. Продвижение к дамбе мы уже рассматривали, поэтому теперь танкисты выбирают западное направление. Знакомым путём, огибая возвышенность с двух сторон, они продвигаются по кольцевой дороге и выходят к деревне, во фланг точки А. Выгодное положение на высоте помогает им находить в деревне противников, которые, к тому же, отвлечены боем с союзными силами. После зачистки и захвата точки напарники остаются на острове и занимают удобные позиции для обороны. Пишите в комментариях, на какие карты напарникам нужно отправиться в следующий раз. А мы переходим к ответам на вопросы, которые вы оставляли под прошлыми выпусками. И первый вопрос на сегодня прислал Ярослав. Почему я не вижу своего пилота в виде из кабины? Привет, Ярослав. Скорее всего, у вас просто отключено отображение пилота. Изменить это можно в меню «Самолетные боевые настройки». Интересуется Кнёдль. Помнится, еще в далеком обновлении эпоха дронов вы говорили, что выпустите кавер на песню «Группа Крови». Привет! Слушайте, выпуск песни немного затянулся, но месяц назад нам все же удалось выполнить свое обещание. Теперь кавер на «Группу Крови» в исполнении Балтийского симфонического оркестра и хора, а также Петра Сальникова, доступен на всех популярных музыкальных стриминговых площадках. Приятного прослушивания! Следующий вопрос прислал пользователь с ником Polygon TV. Почему при катапультировании на F-111A кабина спасается вместе с пилотом? Какие плюсы и минусы, в отличие от катапультирования одного пилота, есть у данной схемы? Привет! Плюсов у такого решения достаточно много. При катапультировании отдельного кресла для летчика тут же начинаются испытания. Кроме неизбежных перегрузок его встречает далеко не самый приятный поток воздуха, например. И очень хорошо, если в нем не окажется каких-нибудь посторонних предметов. Понимаете, вплоть до коллеги, который тоже решил подышать свежим воздухом. Поэтому катапультирование всего экипажа разом в защитной капсуле выглядит более привлекательным, не так ли? Вот, а приземлившись, летчики могут оказаться где угодно — в горах, в лесу, посреди моря. И на этом этапе капсула послужит им убежищем, в котором можно заранее предусмотреть место для припасов, оружия и прочих средств спасения. Но, разумеется, за все нужно платить. Капсула намного дороже, сложнее в разработке и производстве, и к тому же занимает лишнее пространство в самолете. Пишет канал «Пирожка». Можете ли вы объяснить, как хорошо отыгрывать на Су-25К? Привет-то, конечно, можем. О штурмовке на Су-25 мы подробно рассказывали в 343-м выпуске «Полигона». Загляните, если интересно. И последний комментарий на сегодня нам прислал Серджио Никотин. Челлендж на закуску. Сбить летящий самолет основным калибром линкора. СВВП в этот раз не заправили, поэтому их нет. Привет, Серджио. Пожалуй, это не станет слишком сложной задачей. Знаете почему? Потому что вы же не уточнили, как, куда, там, с какой скоростью и на каком расстоянии он должен лететь. Так что хорошенько прицеливаемся и... Пли. Ну вот, видите, ничего сложного. На этом все. С вами был «Полигон от Гайдзин Энтертейнмент». Программа, которая выходит на нашем канале каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях. И увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!